Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я бы хотела вас ознакомить с примерным меню для пациентов, имеющих сахарный диабет второго типа. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на экран. Вы увидите примерный рацион вашего дня, который состоит из трех основных приемов пищи и одного перекуса. При наличии сахарного диабета второго типа самым основным ограничением является сокращение простых углеводов и потребление углеводов, имеющих низкий гликемический индекс. Гликемический индекс углеводов означает количество поступления углеводов в организм, которые будут повышать глюкозу в крови. И именно контролируя этот показатель, вы можете балансировать уровень глюкозы в вашем организме. Основные ограничения при сахарном диабете второго типа – это контроль над поступлением простых углеводов, контроль над потреблением продуктов с высоким гликемическим индексом. Гликемический индекс – это показатель поступления глюкозы у определенного углевода. И, конечно же, контроль над поступлением животных жиров. Теперь поговорим про завтраки. Завтракать желательно в течение двух часов после пробуждения, потому что именно этот прием пищи запускает очень множество функций в нашем организме. Самым основным компонентом завтрака является белок. Вообще, при наличии сахарного диабета второго типа, ваша любая трапеза должна начинаться именно с потребления белка. В завтраке белком является яйцо, творог, белый сыр. Вы можете также добавить слабосоленую лосось или любой растительный белок по типу грибов или бобовых. И дальше уже можете начинать потреблять свои любимые каши или, например, йогурт с ягодами. Для вас мы на завтрак подготовили омлет с овощами и пшенную кашу с тыквой. Хотим обратить ваше внимание на тыкву, потому что она является сезонным продуктом и очень благоприятно влияет на ваш организм. После завтрака вы можете себе позволить перекус. Иногда мы понимаем, что очень хочется сладкого, поэтому мы не запрещаем, чтобы вы добавляли себе сладкие блюда. Самое важное, чтобы этот продукт был правильным, рациональным, и вы должны научиться его самостоятельно готовить. Например, мы добавили в наше меню маленькие десерты из творога и какао. Они содержат низкое количество углеводов и такой полезный продукт, как какао. Далее наступает время обеда. Часто наши пациенты спрашивают про добавление супов. При наличии сахарного диабета второго типа мы рекомендуем супы делать на основе овощного бульона и добавлять растительный белок. Например, грибной крем-суп или суп из бобовых. Если вам не хочется жидких блюд на обед, вы можете сразу перейти ко второму. Для вас на обед мы добавили филе индейки. Индейка содержит многое количество незаменимых аминокислот при низком содержании жира. В качестве гарнира мы подобрали дикий рис. Бытует мнение, что пациентам с сахарным диабетом второго типа нельзя потреблять рис, но у бурого риса очень низкий гликемический индекс, что будет позволять глюкозе постепенно выбрасываться в кровь. Поэтому данный сорт отлично подойдет в качестве гарнира. И, конечно же, добавляйте в свою трапезу салаты, которые содержат свежие овощи и зелень. Причем обратите, пожалуйста, внимание на зелень, потому что она стоит недорого и при этом содержит большое количество минеральных веществ и пищевых волокон. И завершающий этап вашего рациона – это ужин. Во время ужина мы рекомендуем обратить ваше внимание на белковый компонент и овощи, причем в любом виде приготовления. Если у вас нет инъекций инсулина, то, пожалуйста, избегайте добавления гарнира в виде круп на ужин. Разнообразьте свой ужин добавлением белкового компонента и различных овощей. Причем овощи вы можете заправлять оливковым маслом или добавлять, например, орехи. Так вы продлите свое чувство насыщения намного дольше. Мы подобрали для вас рыбу сибаз, запеченную в цитрусовом масле, чтобы ваши вкусовые рецепторы полностью раскрылись и вы получили настоящее удовольствие от вашего ужина. А теперь перейдем с теории на практику. Сегодня наш прекрасный и талантливый шеф-повар Равиль приготовит для вас два блюда из этого меню. Первое блюдо – это филе индейки с диким рисом. И второе блюдо – это запеченный сибаз с цитрусовым маслом. Для первого рецепта что нам понадобится? Конечно, нам понадобится наш замечательный, вкусный, дикий рис, который я уже отварил. Действительно, мы берем уже наш отваренный рис, добавляем его в небольшое количество овощного бульона для того, чтобы перемешать, чтобы он у нас был посочнее. После чего мы берем не очень большую пучочек тархуна для ароматики. А можно, допустим, можно тархун заменить в какую-то другую траву? Конечно, по вкусу каждого. То есть кто-то может заменить петрушкой, кто-то может заменить, например, базиликом. Вот так, чтобы у нас бульончик перемешался с нашим рисом, с тархуном. После чего мы выкладываем замечательный наш бурый рис вот в такую вот емкость для того, чтобы он у нас прогрелся. Вес вам будет буквально несколько секунд, потому что мы будем использовать турбо-печку, которая называется у нас Oracle, в которой используется принцип таких технологий, как микроволновые волны, конечно же, тепловой удар и конвекция. Но если вы боитесь использовать микроволновые волны или вы бы хотели избежать, то, конечно же, их можно полностью выключить и просто греть с помощью конвекции. Просто здесь за счет того, что происходит нагрев с большой интенсивностью, готовится продукт в два раза меньше по времени. Итак, рис мы подготовили. Теперь мы берем и достаем из нашего linex neo замечательную, вкуснейшую грудку индейки сувит. И как вы видите, все наши самые вкусные части индейки остались вместе с нами. Итак, с пакетика мы достаем индейку. Вот такие два кусочка получились. У нас осталось небольшое количество бульончика, которое мы также можем чуть-чуть добавить к нашему рису. Мы берем мисочку, берем нашу индейку, чуть-чуть добавляем растительного масла и буквально в течение очень недолгого времени мы будем делать ее на гриле. Смотрите, у нас очень простой интерфейс, с которым очень легко ознакомиться. И главное, у нас здесь очень много рецептов, которые действительно вы можете использовать буквально в одно нажатие. Как сейчас делаю я. Я ищу куриную грудку, но также как куриную грудку мы можем приготовить индейку. Итак, что я делаю? Я беру, у нас здесь стоит специальная тефлоновая вставка, гриль. Я кладу нашу грудку, нажимаю на кнопочку и буквально минуты тридцать у нас будет это все дело готовиться. Индейка приготовилась. Буквально минута, а у нас уже два готовых продукта. Но очень деликатно. Очень деликатно, очень удобно и буквально немного времени нам для этого понадобилось. Нам еще нужно приготовить рис. Мы берем рис, нажимаем кнопочку и буквально за минуту 45 секунд у нас будет готов рис. А пока мы можем нарезать нашу индейку и посмотреть действительно какой сочный, горячий и вкусный продукт мы получили. Посмотрите, просто прекрасно. Она даже ножом не режется, она прям распадается. Итак, рис приготовился. Посмотрите, вкуснейший рис, вкуснейшее филе индейки. Опять-таки все, что нам нужно делать, посмотрите, буквально за минуту, за две минуты, посмотрите, мы приготовили два продукта. Использовали минимальное количество времени, но получили максимальный эффект. Конечно, дома вы можете готовить не так быстро и больше времени уделять вашему продукту. Но, как мы уже подчеркивали, наше оборудование предназначено для профессиональных кухонь, на которых вы хотите сделать ваши процессы более стандартизированными, простыми и быстрыми. Итак, после того, как мы прогрели и приготовили рис, мы добавляем индейку и вуаля! У нас получилось очень деликатное, нежное и при этом очень вкусное блюдо. Следующее, что мы будем готовить, это сибас с ароматом, прекрасным, вкуснейшим цитрусовым маслом. Давайте сначала сделаем цитрусовое масло, потому что сибас в нашем уроке будет готовиться всего две минуты. Поэтому мы можем уделить этому время. Итак, мы взяли хорошее, качественное оливковое масло. А допустим, чем мы можем заменить это? Оливковое масло мы можем заменить растительным маслом. Спокойно. Мы можем, конечно же, заменить смесью, например, растительного и кунжутного масла. Только кунжутного нужно добавлять, конечно же, в два раза или в три даже раза меньше, чем растительного. Поэтому можем заменить арахисовым маслом. А допустим, если не цитрусы? Если не цитрусы, мы можем заменить любым ароматическим соединением трав. Например, тимьян, розмарин очень хорошо подойдут для этого. Можем добавить немножко чеснока, либо мы даже можем добавить чуть-чуть чили перца. Итак, для вот этого прекрасного ароматного масла мы добавляем целый лимон, целый лайм, оливковое масло. И после этого это все тщательно, хорошо, слегка перемешиваем до однородной консистенции. Вот такой вот она у нас должна получиться. Мы берем сибаса. Прекрасная, замечательная рыбка. Допустим, если не сибас? Если не сибас, мы можем взять дораду. Почему бы нет? Мы можем взять султанку или барабурку. Но султанка, она больше по размеру, поэтому, конечно, ее предпочтительнее брать. Или наш любимый лосось. Прекрасно, даже мы без лосося-то лососем едины все, как говорят. Итак, что мы сделали? То есть, что я сделал перед тем, как мы начали готовить? Зачистили от кожи, зачистили от внутренности. И когда выбираете рыбу, конечно же, смотрите, вот здесь я уже удалил. Но жавры должны быть красными и глаза должны быть не мутными. Это определяет свежесть рыбы, да? Конечно. Ну, то есть, в любом случае, рыба у нас так или иначе шоково замораживается. Но насколько правильно она заморозилась и сколько раз ее разморозили, заморозили, это, как вы знаете, та еще задачка. После чего у нас есть два варианта, что мы с этим можем сделать. То есть, мы можем ее, в принципе, запечь целиком, либо, как мы сделаем, мы удалим у нее хребет. Начинать нужно с хвоста и быть очень аккуратным. По спинному плавнику мы введем наш нож до основания головы, чтобы у нас получилась вот такая картина. Дальше мы ее переворачиваем и опять-таки от основания хвоста мы ведем до самого конца, до головы. Вот таким вот образом. То есть, по сути говоря, мы удаляем хребет, но не будем удалять голову. Итак, вот такая картинка у нас получилась. После чего мы удаляем хребет. Да, очень удобный способ. Делим его вот так вот на две части и дальше можем добавить их в бульон. Если не нужно, можем просто выкрутить. И у нас получается вот такая замечательная картина, да. То есть, сюда мы можем, например, добавить лимончик, добавить свежих овощей, все, что мы захотим. Ну, в нашем случае, то есть, если мы уж делаем рыбу с лимоном, да, с лимонным маслом, то, естественно, я бы порекомендовал добавить чуть-чуть лимона. Сделаем мы это вот таким вот образом. То есть, достаточно крупно, чтобы его потом можно было спокойно вынуть. Если мы готовим в классической духовке, вот, то мы будем использовать конвекционный режим, то есть, жар. И примерно будем ее готовить от 15 до 20 минут, в зависимости от размера рыбы. В нашем, конечно, замечательном аппарате мы будем готовить всего 2 минуты. Итак, мы начинили лимоном нашу рыбку, после чего маслечком с лимончиком, вот так вот, обидно достаточно, мы полили нашу рыбку. Итак, мы берем рыбку, нажимаем на кнопочку, и буквально через 2 минуты мы получим готового, вкусного, прожаренного Сибаса. Сибаса. Вот так легко и просто в 2 касания. И это, на самом деле, характеризует всю технику компании Line. То есть, буквально за 2 нажатия вы получаете максимальный результат. Но, опять-таки, повторюсь, если вы готовите дома, 180 градусов, духовка, жаропрочная посуда, закрыли фольгой и отправили на 15-20 минут в духовку, в зависимости от размера рыбы. Но если мы говорим о том, что эта рыба в среднем 300-400 грамм, то 15 минут вам должно будет хватить с лихвой для приготовления этого блюда. Прекрасно. Итак, что же у нас получилось? А получился у нас прекрасный, запеченный, посмотрите, просто ароматный, шкворчащий Сибас. Буквально за 2 минуты. Что нам осталось сделать? Ну, по логике вещей, добавить немножко, долечку буквально лимона на подгранировку. Вот так вот мы разрезаем лимончик, удаляем сердцевинку, удаляем мешающие нам косточки, после чего перекладываем нашу рыбку. О, как же классная она получилась, посмотрите. Нашу тарелочку. Итак, друзья, мы приготовили с вами вкуснейшее филе индейки сувит с диким рисом и турхуном. Всего нам для этого понадобилось 4 минуты времени. А за 2 минуты мы приготовили с вами сибаса в масле с нашими замечательными цитрусами. Как вкусно это получилось и как быстро это получилось с оборудованием от компании Linex и нашей турбопечкой Oracle. Я хотел бы вам пожелать здоровья и приятного аппетита!